Соседствующий со всем известным аримелем хребет Бакты намного реже посещается туристами. Несмотря на сравнительно небольшую высоту, это один из самых труднопроходимых горных массивов Южного Урала. Некоторые участки по высшим точкам хребта можно пройти только со специальным снаряжением. Любопытно, что отвесные скалистые склоны северо-восточной части Бактов обращены на запад, а юго-западные на восток. То есть хребет в центральной части словно скрутили и развернули на 180 градусов. На всем протяжении склоны хребта изобилуют крутыми и очень живописными скальными выходами, с которых открываются прекрасные виды на Эремель, Зигальгу и на соседние вершины самих Бактов. Тут-то и становятся понятны различные толкования названия хребта, которых, кстати, великое множество. В разные времена и в разных деревнях и селах его называли и бекты, и быкты, или же бахты и бехта. Все эти слова, скорее всего, восходят к тюркскому глаголу «багыу» — «смотреть». То есть вершины хребта еще и издревле были отмечены как удобные смотровые или сторожевые точки. И, поднявшись на любую из них, легко убедиться в правоте наших предков. Помимо шикарных пейзажей, хребет Бакты привлекателен тем, что сюда не ходят толпы туристов. Здесь почти нет троп, а те, что встречаются, чаще натоптаны дикими животными, чем людьми. Поэтому восхождение на любую из вершин Бактов — это самое настоящее погружение в мир дикой первозданной природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова